Пиковая дама. Глава 2. Краткое содержание. Графиня, бабушка Томского, была своенравна, как женщина, избалованная светом, скупа и погружена в холодный эгоизм, как и все старые люди, отлюбившие в свой век и чуждые настоящему. Постоянной жертвой упреков и капризов старухи была ее воспитанница, барышня Лизавета, принесчастное создание. Девушка везде сопровождала старуху, на балах сидела в углу, как уродливое и необходимое украшение бальной залы. В свете играла она самую жалкую роль. Все ее знали и никто не замечал, поэтому барышня терпеливо ждала своего избавителя. Через несколько дней после вечера у Нарумова возле окна Лизаветы появился молодой инженер, которого девушка заметила, сидя у окна с пяльцами. С того времени не проходило и дня, чтобы молодой человек в известный час не являлся под окнами их дома. Через неделю Лизавета ему впервые улыбнулась. Этим тайным поклонником был Герман. В душе Герман был страстным игроком, но очень боялся войти в азарт и проиграть весь капитал. Поэтому он не берет в руки карты, а только просиживает ночи напролет, с трепетом наблюдая за игрой других. Рассказ Томского о картах сильно подействовал на его воображение, поэтому Герман решил, что должен обязательно узнать секрет графини. Однажды, гуляя по Петербургу, мужчина случайно приходит к ее дому. После этого Герману приснился сон, как он ставил карту за картой, гнул углы решительно, выигрывал беспрестанно и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Утром мужчина вновь приходит к дому графини и в окне видит Лизавету. Эта минута решила его участь. Если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. А еще не забудьте рассказать о канале друзьям и поделиться с ними видео.